С начала сентября такие кабинеты открыты в БСМП, в МАНО, в детской поликлинике номер 4. Появление неотложной помощи в медицинских учреждениях Ангарска от требования времени. Возникла ситуация, когда скорая медицинская помощь стала подменять в ряде случаев функции поликлиники. Поэтому для того, чтобы улучшить доступность предоставляемой медицинской помощи нашим жителям, нашим пациентам и разгрузить службу скорой медицинской помощи от непрофильных вызовов по всей России, и не только в нашем городе, и в нашей больнице, создаются при поликлиниках отделения и кабинеты неотложной медицинской помощи. В кабинет неотложной помощи поступил очередной вызов. Фельдшер тут же берет все необходимое и едет на вызов. Вызывает с давлением. Вызов поступил, вызов приняли, поехали. Измерили давление. Если высокое давление, гипотензивные препараты. В каких случаях нужно вызывать именно неотложную помощь? Если болит или кружится голова, заболелось сердце, частое сердцебиение, трудно дышать, появились высыпания на коже, болит спина, суставы, горло. Звонить в скорую необходимо при состоянии угрожающих жизней. Это ДТП, внезапная потеря сознания, судороги, острое расстройство дыхания, параличи. Вот почему в поликлиниках открыты такие кабинеты. Кабинеты открыты для того, чтобы улучшить качество в первую очередь поликлинической помощи, чтобы доктор не просто пришел и зафиксировал высокое давление, но еще и оказал помощь сразу на месте. То же самое касается и педиатрической службы. То есть маленькому пациенту участковый педиатр или дежурный врач неотложной помощи не просто констатирует заболевание, но и первую помощь неотложную окажет сразу. В кабинет неотложной помощи поликлиники номер один пациент может прийти сам или позвонить по телефону 52 87 52. Вызов врача абсолютно бесплатный. Марина Тинго, Владимир Селиванов, Местное время. Редактор субтитров А.Семкин